Добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут Бухарина Юлия Вячеславовна. Я учитель изобразительного искусства и черчения, педагог дополнительного образования. Сегодня представляю вашему вниманию программу профессиональной переподготовки, организации деятельности педагога по изобразительному искусству в образовательной организации. Для осуществления обучающей деятельности человеку необходимо не только владеть предметом своего направления, это может быть математика, точные формулы расчета, это может быть русский язык, правила правописания и пунктуации, а это может быть изобразительное искусство. Изобразительное искусство имеет неограниченные подходы, неограниченные варианты и неограниченные методы в своем преподавании. Данная программа содержит темы, которые научат будущего педагога изобразительного искусства не только быть педагогом, не только обучать, но и быть человеком, который развивает личность, который прививает интерес к прекрасному, который учит взаимодействовать, видеть и слышать окружающий мир и который учит передавать эти эмоции посредством изображения. Перечни основных дисциплин данной программы содержат не только предметное направление, но и нормативное направление. Направление психологии как науки, направление педагогики как науки. Безусловно, будущему педагогу необходимо понимать в различных областях, что его профессия сопряжена с каждой из вышепречисленных деятельностей. Творчество это очень большое, очень интересное направление. Не думаю, что может найтись ребенок, которому неинтересно рисовать или лепить, или делать аппликации. Художественное творчество подразумевает очень много направлений. Именно творческое деятельность, с которыми ребенок может столкнуться в течение развития, в течение обучения. Педагогу изобразительного искусства важно понимать, что он формирует не только знания по своему предмету, но и отношение ребенка к окружающему миру. Поэтому для педагога важны знания не только педагогических процессов, не только методик обучения и построения образовательного процесса, но и нюансов изображения, использование различного материала, различных техник, владения этими техниками, использование и понимание цвета, перспективы, что такое эскиз, что такое набросок, что такое матюрмур. Казалось бы, достаточно популярные слова, которые мы слышим каждый день, которые мы видим на выставках, которые мы видим в галереях, но тем не менее не каждый способен понимать, что стоит за этими словами. Как создаются эти произведения? Почему произведения мировой культуры называются шедеврами? Все это входит в профессиональную компетенцию педагога изобразительного искусства. Помимо того, что он владеет этой информацией сам, интересуется ей, расширяет ее знания и свой кругозор, все это педагог изобразительного искусства передает ребенку, прививая ему не только интерес, но и любовь. Любовь к природе, любовь к цвету, любовь к окружающему миру, любовь творить и изображать. Педагог изобразительного искусства — это художник, это творец, передающий слои знаний подрастающему поколению, передающий свой интерес и любовь к изображениям. Мы приглашаем вас на нашу программу. Я уверена, что вы получите много полезных советов, способов, методов организации данной деятельности и обязательно примените эффективно полученные знания. Я желаю вам успеха!